МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И снова неявка защитников. В этот раз не посчитали нужным явиться в зал суда дополнительные адвокаты. Их суд назначил для подстраховки. На случай, если основные юристы вновь захотят прогулять заседание. Пострадавшие в отчаянии, они вынуждены терпеть откровенные издевательства. Мнения на ситуацию разделились. Некоторые из близких и родственников погибших признаются. Потеряли надежду на правосудие. Остальные отбрасывают эмоции и заявляют. Готовы добиваться, чтобы судебный процесс все же запустить. Сегодня потерпевшие подписали обращение сразу на три адреса. На имя президента России, генеральной прокуратуры и уполномоченного по правам человека с одной просьбой – повлиять на ситуацию. Следующее слушание назначено на завтра. Напомним, на скамье подсудимых семь человек. Бывший руководитель станции, главный инженер, его замы и работники службы мониторинга. Они обвиняются в халатности, в результате которой произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС в августе 2009 года. Тогда погибли 75 человек. Программа сохранения и развития малых сел Хакасии работает в республике меньше года. Но уже есть результаты. Сегодня их оценивают сами жители. Молодежь стала интересоваться деревней и всерьез рассматривать варианты переезда. А где-то уже празднуют первые перемены. Из Усть-Абаканского района Ольга Стельмах и Алексей Голубев. День села в этом году для жителей небольшой деревни стал настоящим праздником. Так много гостей в этих краях давно не видели. Заря Усть-Абаканского района, одно из малых сел Хакасии, ощутила перемены. В деревне, где воду брали из местного пруда, пробили колонки, заасфальтировали улицу. На столбах появились фонари. А через несколько месяцев откроется и новый клуб. По программе сохранения и развития Зарю курирует Министерство культуры. Бездорожье, куча грязи, лужи и все такое прочее. Как-то совсем некомфортно было, когда уже асфальт есть, забитые скважины, строится социокультурный центр. Кажется, уже и жизнь наладилась. Уже настроение и у сердчан другое, и у нас оно абсолютно другое. Об этой деревне, несмотря на ее близость к столице Хакасии, мало кто знает. Ведь вся Заря – это несколько домов в 13 километрах от поселка Тепличный. Не знают сюда дороги и рейсовые автобусы. Единственный маршрут – школьный. Жители, у кого есть машины, выбираются на заработки в Абакан или в Черногорск. Остальные выживают за счет подсобного хозяйства и огородов. Не забыто в глубинке и народное ремесло. Еще девчонками были, и мы вечерами сидели, вот это все вышивали. У нас калинкору не достать было, материал у этого. Очередь ночами стояли. Но все равно все это покупали, и все равно сидели, вышивали. Такой азарт у нас был. В Заре живут 24 семьи, в основном пенсионеры. Привлечь молодежь пока нечем. Расширяться не получается, а раздавать участки ни у муниципалитета, ни у республики прав нет. Все земли вокруг владения Института аграрных проблем. Сегодня республиканская власть пытается договориться и забрать участки под жилое строительство. Вернуться в родное село. Такой вариант молодые люди сегодня не исключают, тем более, если у деревни появился реальный шанс на возрождение. В гости приезжают и каждый выходной. Все равно тянет. Говорят, что расширяться будет деревня. Подумаем, время покажет, переедем. Планы у села есть и на местный водоем, на заливной пруд. Хоть сегодня готовы зайти разводчики рыбы. В режиме ожидания уже 12 заявлений от предпринимателей. Но проблема та же, земля в госсобственности. Республика ждет ответа, передадут ли региону участки. В надежде на положительное решение сегодня и заря. Ведь только так власти смогут реанимировать маленькую деревню в Усть-Абаканском районе. Ольга Сильмах, Алексей Голубев, Вести Хакасия. Депутата горсовета Минусинска Дмитрия Попкова признали виновным в избиении подростка и освободили. Напомним, инцидент произошел в прошлом году во время празднования Дня города. Следствие установило, мужчина ударил мальчика за то, что он отказался снять на камеру его и его приятелей. Школьник страдает диабетом. Из-за удара у него сломался прибор измерения уровня сахара в крови. Суд вынес приговор. 300 часов обязательных работ. Но потрудиться на благо общества депутату не придется. Время содержания под стражей зачтено в срок отбытия наказания. Попкова освободили прямо в зале суда. К исправительным работам на 5 месяцев приговорен житель Абакана. Городской суд признал мужчину виновным в экстремистской деятельности. Дело по неординарной для нашей республики статье было возбуждено в марте этого года. В ходе следствия выяснилось, мужчина разместил на своей странице в одной из социальных сетей тексты и изображения экстремистского содержания в отношении выходцев с Кавказа и из Азии. Абаканский суд усмотрел в этих действиях разжиганием житнической вражды и наказал автора. Кстати, материалы, опубликованные приговоренным, уже удалены из интернета. К уборке урожая хозяйства республики приступили в 20-х числах августа. О Хакасии всегда говорили как о зоне рискованного земледелия. В этом году погодные условия таковы, что с этим утверждением не поспоришь. Весной некоторые районы сильно пострадали от засухи. Сегодня, наоборот, сельчан мучают дожди. В течение этой уборочной кампании не было периода, чтобы погода стояла ясной и солнечной хотя бы в течение четырех дней. Минсельхозпроди отмечает, что, несмотря на идущие локальные дожди, погода не оказывает существенного влияния на темпы сбора урожая. Уборочная кампания в республике набирает все больше естественным образом участвуют уже давно все районы Хакасии. Можно отметить на текущую дату даже увеличение по уже готовому сену к уровню прошлого года. Что касается сенажа, то здесь не подключились только в хозяйство Аскизского района. Все объясняется климатическими условиями этой зоны. Обычно приступают к заготовке на 2-3 недели позже, чем обычно по Хакасии. С учетом того, что уборка зерновых еще на начальном этапе уже можно говорить о хорошем показателе по урожайности в среднем 13,2 центнера с гектара. Фермеры подчеркивают, что от этого урожая будет зависеть многое. В первую очередь сохранность поголовья скота. Республика животноводческие регионы практически все растеневодство работает на кормозаготовку. В этом году аграрии республики должны не только обеспечить себя на зимнестойловый период, но и сделать запас на полгода вперед, чтобы продержаться до следующего урожая. Хакасия встречала участников первого автопробега бывших не бывает. Через всю страну на автомобилях проедут ветераны уголовного розыска. Так они намерены отметить 95-летие своей службы. Колонна стартовала 20 августа во Владивостоке, а финиширует в Москве 26-го. В каждом регионе участники автопробега вместе с действующими сотрудниками полиции вспоминают офицеров угрозыска, погибших при исполнении служебного долга. В Хакасии они возложили венки и цветы к памятнику погибшим полицейским. Кроме того, активисты общественной организации «Опера», которые организовали проект, встречаются с семьями этих сотрудников. Прошла встреча и с действующими сотрудниками угрозыска. За успехи в службе их наградили дипломами и ценными подарками. Кроме того, участники пробега встретились с молодежью, поведав о достоинствах службы в полиции. Постоянно в дороге находятся три автомобиля. В каждом регионе их сопровождают хозяева. Это еще 10-15 автомобилей. К нам гости приехали из Красноярска, а уже вечером отправятся в Томск. Это физически довольно-таки напряженно, но, я говорю так, мы команда, которой мы готовились длительное время к этому делу, и физически, и морально, и организационно. Поэтому уверен о том, что мы это все выдержим. Наиболее сложный участок – это Урал, конечно. Здесь у вас в Сибири, да, сам Сибиряк. Дороги прекрасные по сравнению с другими. Движения свободны, поэтому здесь не так уж утомительно. Парк активного отдыха уже в конце сентября откроется в Саиногорске. Это будет еще одно место, где жители города металлургов смогут провести свободное время. Первое – это сквер в самом центре города, который в настоящий момент обустраивают. А вот строительство нового парка ведется рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом на месте бывшего пустыря. Пока идут лишь земляные работы. Однако проект зоны активного отдыха уже готов. Она обойдется в более чем 4 миллиона рублей. Из них администрация выделяет лишь миллион. Остальные деньги – выигранный грант. Во-первых, это будет асфальтированная велодорожка шириной 3 метра, общей длиной более полутора километров. Значит, вот она здесь идет зигзагами. Наверху будет, не наверху, значит, в той стороне будет устроена горка достаточно серьезная тоже. Вот. И мы планируем, то есть в этом году мы планируем до конца сентября выполнить все асфальтовые работы. Первых посетителей парк примет меньше, чем через месяц. Но его благоустройство продолжится вплоть до следующего года. В планах разместить на территории детские городки, лавочки, пешеходные дорожки и большую парковку для автотранспорта. В Абакане открылся пятый кочевой международный театральный фестиваль «Желанный берег». О том, какие спектакли можно будет увидеть в его рамках, мы поговорим с Сергеем Чебодаевым, представителем Оргкомитета фестиваля в нашей постоянной рубрике интервью. А из новостей увидимся на канале «Россия-24».